Добрый день, возлюбленные о Христе, братья и сестры, дорогие мои люберчане! Сегодня, в этот замечательный день, мы отмечаем праздник Средний Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами являемся свидетелями того, что время идет достаточно быстро. Казалось, буквально на этих днях мы отмечали праздник Рождества Христова. Казалось бы, вместе, единым сердцем, едиными устами славили родившиеся Бога Младенца Христа. Но вот прошло ни много ни мало, 40 дней, которые, по сути, по новому стилю мы отмечаем 15 февраля. И сегодняшний праздник именуется Сретение. Сретение в переводе, чтобы были было и доступно, имеется встреча. Встреча не кого-нибудь, а встреча с Богом. И поэтому, чтобы более полно поднять историю этого праздника и, наверное, духовную значимость, его нам следует обратиться к истории. Некогда один из греческих царей, царь Птоломея Филадеев IV, решил сделать перевод книг Библии с еврейского языка на греческий. Вы, наверное, слышали, что есть такой перевод, он называется «Семидесяти толковников». То есть было избрано 70 ученых-мужей, на самом деле их было 72, которые на самом деле сидели в определенной Александрийской библиотеке и переводили те тексты Ветхого Завета, которые на самом деле они знали. И вот, когда один из переводчиков, как мы его называем уже сегодня, Симеон, богоприимец, будучи относительно еще молодым человеком, переводил книгу, одну из книг Ветхого Завета, то он увидел такие слова, что Дева примет в очреве и родит сына, и нарекут ему имя Эммануэл. Он очень долго просматривал этот текст и пришел к выводу, что на самом деле здесь закралась какая-то ошибка, потому что если Дева, то значит она не может родить, и таким образом здесь надо исправить. И по тем временам он взял такой нож, чтобы с пергамента стереть это изображение и надпись и сделать как бы своего рода поправку. Но именно в этот момент его имя имелся ангел Господень, который сказал, «Чада, неужели ты сомневаешься в словах пророка? Неужели ты думаешь, что из Священного Писания может быть выбросена одна черта или одна иота? Поэтому ты останешься жив до тех пор, пока на самом деле не сбудутся слова великого пророчества, и ты сам будешь непосредственным участником этого великого события». Не удумевал молодой человек, как это может произойти, но тем не менее последовал совету ангела и не стал исправлять этот текст. Прошло много времени. Из этого у молодого человека стал уже зрелый юноша, затем мужчина и так далее. И по сути он достиг глубокой старости. И так получилось, что он служил при храме Иерусалимском. И в очередной дней он недоумевал, почему Господь его не берет с собой, потому что на самом деле он уже возраст преклонный, здоровье, как правило, бывает в таком возрасте уже тоже, не настолько на высоком уровне, что можно спокойно жить и обслуживать себя и так далее. Но он очень долго вспомнил слова ангела, который говорил об этом событии. И что вы думаете, именно тогда, когда был сороковой день по рождению Спасителя, родители, и положено по закону, святой праведный Иосиф, богоприимец, и святая праведная Матерь Божия принесли в храм Иерусалимский для того, чтобы богомладенец был внесен торжественно в храм. И по внушению Божию оказались два человека, которые встретили его там. Ну, наверное, их было не два, их было гораздо больше. Но здесь упоминается именно о двух. Об этом праведном Симеоне, богоприимце, и Анне, пророчице, которая была вдова, прожившая с мужем немного лет, и все оставленное время по окончании своего мужа она провела в храме, служа Богу и людям. И вот именно они, по внушению свыше, оказались в этот день в храме. И когда святой праведный Симеон увидел богомладенца, то он понял, кто это. И ему вспомнилось вновь явление ангела, который удержал его руку, чтобы стереть с пергамента эти слова книги пророка Исаии. И что тогда? У него просто полились такие слова, которые, по сути, теперь поются на каждом вечернем богослужении, и особенно в этот наступающий торжественный день. Таким образом, действительно, этот день является особым звеном в соединении Ветхого и Нового Завета. И мы его особо чтим, и он входит в череду именно двунадесятых праздников, то есть двенадцать особых праздников, не считая, естественно, праздника Пасли, который является праздником-праздником и торжеством из торжеств, мы особо отмечаем этот день. Что мы можем сказать по-человечески? А мы можем сказать то, как бы нам тоже сегодня хотелось встретить Спасителя. Подобно, как его встретил святой праведный Симеон, богоприимец. Подобно, как его встретила пророчица Анна. Подобно, как встретили его те люди, которые в тот день, волей и случая, а может быть, промыслом Божиим, находились в храме. И что мы можем сказать в ответ? Что эта встреча, она происходит по нашей воле, и она может происходить либо чаще, либо не так часто. Но это во многом зависит от нас. А где мы с вами можем встретиться с Богом, задается такой вполне законный вопрос. Ну, во-первых, когда мы принимаем таинство Святого Крещения, независимо в младенческом ли возрасте, или, может, уже когда мы достигли определенной зрелости, благодать Святого Духа сходит во время Крещения на новокрещаемого и, безусловно, остается на нем, когда дается ангел-хранитель. Это происходит, по сути, первая встреча с Богом. Далее, когда происходит таинство миропомазания, и освещается чувство человека, вот, и помазуются определенные части тела, это тоже происходит встреча с Богом. Встреча с Богом происходит уже и позже, когда мы являемся участниками, например, такого таинства, как покаяние. И здесь, стоя перед Евангелием и Крестом, потому что многие могут сказать, ну, это было когда-то давно, это было, может быть, несколько десятилетий назад, а мы хотим, чтобы эта встреча была сегодня, завтра, чтобы мы вживую тоже пообщались со Спасителем, как некогда это сделал богоприимец Симеон. А разве когда мы, стоя перед Евангелием и Крестом, и перед своим духовником, не исповедуемся и каемся в своих грехах, разве это не есть встреча с Богом? По сути, священник в данном случае является лишь свидетелем, который принимает нашу исповедь. Вот. А сам Спаситель незримо слушает то, что мы говорим. И поэтому-то это действительно является великим и огромным таинством, в которое, я думаю, участвует каждый из нас. И если мы будем к этой исповеди готовиться достойно, если мы будем исповедоваться так, как стоя перед Богом, то эта встреча непременно произойдет и даст свои добрые и благодатные плоды. Пойдем дальше. Когда мы с вами принимаем святое тело и кровь Христа в Таинстве Святого Пречащения, разве здесь не происходит прямой встречи? Многие мне могут возразить, но мы же в открытую-то не видим Христа. Мы подразумеваем, что при Таинстве Божественной Литургии происходит претворение хлеба в тело Христово, а вина – в кровь Божию. Но это мы предполагаем. Но, братья и сестры, если мы будем достойно подходить к этому вопросу, если мы будем верить, то мы обязательно ощутим. Я думаю, каждый из нас имел такой живой религиозный опыт, когда, причастившись к святых Христовых Таин, он чувствовал необыкновенное облегчение, как будто вот какой-то камень снялся с его души. Разве каждый из нас по-своему не наблюдал это, если он это делал действительно, искренне и так, как положено? И тогда ведь, стоя перед Евангелием до Креста, мы вроде бы каемся с одной стороны, а с другой стороны мы предполагаем, что мы пойдем за врата храма и вновь и вновь, к сожалению, будем грешить. И, конечно, такой встречи тогда ни в коем случае не произойдет. Давайте возьмем более современную тему, более, может быть, легкую и доступную для каждого из нас, потому что кто-то ходит исповедоваться и причащаться, кто-то это по своему разумению не считает нужным. Так я вам хочу сказать, каждый человек, который сегодня встречается с нами и который обращается, предположим, нам обоснованно, естественно, за той или иной помощью, в этом случае мы тоже встречаемся со Христом. Ведь совсем недавно была неделя о страшном суде, и Господь очень четко определил те или иные позиции, когда Он обратился тем, которые стоят по правую сторону, говоря, что придите и наследуйте у меня, что уготовано. Ибо алкал я, и вы напоили меня, жаждал, и вы накормили, был болен, и в темнице, и вы посетили меня. Они с недоумением говорят, Господи, а когда мы видели тебя алчущим, и накормили, жаждущим напоили, плачущим и утешили, когда ты был в темнице, и мы тебя посетили, это то, что вы сделали одному из моих малых братьев, вы сделали это мне. И наоборот, обращаясь к тем, которые стоят по левую сторону, Он говорит, что отойдите от меня проклятый, и огневечный, оготованный дьяволом и ангелами его. Ибо я жаждал, но вы меня не накормили, алкал, и вы не напоили, был болен, и в темнице, и вы не посетили. Вот, дорогие мои, встреча с Богом, она, по сути, готова всегда, лишь бы мы с вами были готовы к этой встрече. Это, может быть, можно сравнить со своего рода таким экзаменом, когда мы идем к своему преподавателю, лекции которого слушали, может быть, некоторое количество, даже лет, и мы сдаем ему этот экзамен. И если мы к нему готовимся, если мы достойно проходили те или иные занятия, если мы не просто сидели, но слушали, то и эта встреча во время экзамена, она обязательно пройдет достойно. И мы обязательно сдадим этот экзамен, может быть, на всю жизнь запомнив те или иные мысли. Или наоборот, если мы будем к этому относиться халатно, если мы будем говорить одно, а делать совершенно другое, и воздерживаться от многих вещей, то, безусловно, удачи, к сожалению, не видать. И встреча эта ничего доброго и хорошего нам не принесет. Дорогие мои, я от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Молитвенно желаю вам помощи Божией. И пусть встреча с Господом будет как можно чаще на нашем жизненном пути. Сердечно благодарю вас за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова